МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомель, у студии працуя Наталья Ихнаценко, глядите ухэтым выпуском. Батареи у квартирах теплеют, сегодня в регионе распочали включаться тепление у жилым секторы. Листы, поштовки, посылки и пенсии – сёння означается «Сусветный день пошты». Цаглинка за цаглинкой, лепшого Муллера – вызначать у Гомели. Первое и самое дорогое слово – «Ты день мати» распочался у Беларуси. А зараз об этом иншим больше подробязна. Министр обороны Азербайджана Закир Хасанов отзначает высокую якость узброенни и техники беларуской вытворчасти. Об этом он заявил сёння журналистам после встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенком. Военно-техническое супрацовнество мы оцениваем вельми высоко. Это выдатная беларуская якость. Узброенные силы Азербайджана крыстаются узброенни и техникой беларуской вытворчасти. И я с полной отказностью заявляю, что это высокоякосное узброение и обстреливание военного призначения. В этом вопросе мы лечим, что у нас есть еще макшимости, поширит супрацовнество, заявил министр. Выникам встречи с керавником беларуской державы он дал высокую оценку. Протягиваем выпуск. Сегодня в регионе начали включаться тепленье в жилом фонде. Потепляют батареи так само в гостиницах и интернатах. В гомере включение тепленье отбудется в два этапы. Сегодня в зоне охопы центрального, полночного и полдневого районов тепловых сеток. Завтра в заходном и сельмашевском. На пуск наладочные работы отводится 10 дней. Решение об включении тепленье в жилом фонде так само принято в восьми районах в области. В Гомельском, Кармянском, Лоевском, Октябрьском, Чачерском, Речицком, Светлогорском и Хойницком. Зуликам у МОУ на дворе в ближайшие дни будут подключаться и иншим. Нагадаем, отепляльный сезон у социальных объектах стартовал на минулым тыдне. У офисах и вытворчих будинках отепление уключать после того, как станет тепло в жилом фонде. 31 августа мы получили все паспорта готовности. Сейчас работа эта ведется, работа эта плановая. Жалоб, да и срывов никаких нет. Так что, я думаю, запустим отопительный. Начнется отопительный сезон без каких-либо проблем. Все не означается «Сусветный день пошты». 143 годы тому 9-го Кастрычника был подписан Бернский договор по створению Сусветного поштового союза. Все не агэтае международная организация объядновывая 192 краины свету. У Ихлику и Беларусь. Чем живе пошта Гомельской в области? Кольки листов, что дня проходит празъяе отделение? И як оформить подписку, не выходяши с дому? Доведались наши корреспонденты. Гомельский филиал Руббелпошта – это 575 отделения у поштовой Сувези, у Тымлику 367, у сельской мясоусти и 56 перасовных. Усе обсталеванные компьютерными системами, объединены у одину информационно-технологичную сетку, якая дозволяет передавать дазины в электронном выгляде максимально худко. Отправить по поште лист зараз можно у любую кропку планеты. Усяродним что день на Хомельщине опрацовывается Амаль 50 тысяч листов и тысяча посылок. Доставляется Амаль 130 тысяч газет. Каждый месяц сюда прибегаю, потому что мне здесь нравится обслуживание. Во-первых, очередей никогда не бывает, очень удобно. И всегда девочки очень приветливые. А что бы хотелось пожелать всем сотрудникам и в целом всей сфере день точно? Хотела бы пожелать, конечно, здоровья и понимания среди людей. И, конечно, хорошей зарплаты и достойной жизни. Я получаю пенсию ежемесячно. Обращаетесь сюда, да? Да, конечно, здесь никогда нет очереди. Вообще, в целом, довольны ли как раз? Довольны. Очень хорошие девочки. В общем, все хорошо. Важнейший на промок деяности пошты – оформление подписки. Сегодня на выборы пропонувают больше за 3000 виданий у Беларуси, России, Украины и Казахстана. Есть особный каталог со списом детячих в виданию. При этом оформить подписку можно как у отделениях пошты, так и дистанциейно, с допомогой интернету, а так и самоплатежно-доведочных терминалов. А кроме того, для оформления подписки можно просто потелефоновать у отделения и запросить поштальона прийти на дом. Довольные сопротивники пошты дают мягчимость читать газеты и тем, кто опынулся у складанной житевой ситуации и не может самостоянно оформить подписку. Мы проводим благотворительную акцию «Марафон добра». Это акция, которая позволяет жителям нашего города и не только города, республики поучаствовать в этой акции, оформить подписку на дома-интернаты для детей, которые находятся на государственном обеспечении. Кроме того, наша акция «Марафон добра» предполагает еще и печатные издания, клиент может купить их в розницу и тоже мы их передадим в эти учреждения для деток, которые там проживают. Нагадаем, зараз проходит подписка на отримание выданию до конца этого года. В ближайшие дни стартует подписка и напишет по годе 2018-го. Про это широк газет и часописов пропаную своим постоянным подписчикам, пенсионерам и ветеранам приемные скидки. Ганна Ковалева, Валерия Гопанько, Телерадо, компания «Гумель». Ты День Мати сегодня стартовал по всей краине. Ее накерованы на подтримание традиций бережливых относин до жанчины умоцовании семейных каштоуностей. Программа включает урочистые приемы, узнагороджение, святочные концерты. В родильных домах повиншуют жанчин, которые народили детей в День Мати. Отбудется ушанование мати со шмодетных приемных опекунских семьях. Для их проведут доброчинные акции. На протягу тыня запланованы сустречи и консультации по пытанне хаховы здоровья подлетков, жанчин и детей. Малебен у храмах Беларуси за здоровье у всех мати отбудется 14-го кастрычника. 10-го кастрычника будет означаться сусветный день психичного здоровья. Завтра же хары нашего региона смогут задать пытань неспециалисту. Гэта можно будет сделать, звернувшись на правую линию. Я на пройде на базе Гомельской областной психиатричной больницы с 9 до 13 годин. Консультацию дать головный позаштатный специалист по психиатрии Управления ховы здоровья Александр Цитко. Номер телефона у Гомелей – 3192-33. Так само нагадаем, что экстренную психологичную допомогу по телефоне доверу 170 круглосуточно оказывают специалисты Гомельского городского центра социального обслугования семьи и детей. Выкладывать цаглину за цаглиной, не шкодовать раствора и узводить стрывалые стены. Сегодня у Гомеля стартовал конкурс на звание левшего мулера в области. С поборницей проводятся на объекте реконструкция детячей областной больницы по улице Жарковского. 30 дельников с 5 будовничных организаций в области собрались на 6-м по версии будинка. Это рабочая пляцовка на ближайшие 5 дней. А кроме якости и надеянности мура, потребуется и высокая худкость. За этот день плануется выкласти стены на всем по версии. Особная увага будет надаваться организации прационного места и выполнению нормы оховой прации. Генеральный подрядчик реконструкции больницы, будовничный трес номер 14, означает, что конкурс – это великая допомога в будовничестве социально-значного объекта. А лишь основная мета мероприемства – повышение престижа профессии мулера и стимулирование росту квалификации работников. Переможцы с поборницей отримают гоноровые дипломы и призы от Комитета по архитектуре и будовничестве и областной организации Галинового профсоюза. Кровля у нас в этой части закрыта, поэтому только ветер может помешать. Но каменщики у нас, белорусы, привыкли работать в любых погодных условиях. Поэтому, я думаю, это не создаст большой проблем. Тот, кто будет переезжать, у нас есть еще бонус. Там не 500-й по говязь, который тяжелый сейчас, он весит 69 кг. А есть еще технический этаж для 400-й, там укладка попроще. И тот, кто будет впереди, будет получать такой, можно сказать, бонус. Гомельский городский лицей номер один отзначил свое 25-ти годы. На сцене областного драматичного театра разгорнулося яскравое и видовичное действие, которое рассказало об истории установки и ее достижениях. 400-ти годы тому это был первый лицей в области. Экспериментальная установка адукации с часом набывала аутаритет, а сегодня она представляет собой мощную пляцовку для учебной и доследшей деятельности ученых. Подробности у наступным репортажем. История Гомельского городского лицея номер один распочалась 4-ть с того дня тому. Это абсолютно новая по своем формате для нашей в области установки адукации областным центром должна была заявиться еще в 1991-м. Однако по широкому причин открытие перенесли на год. Узначали у первый коллектив Василия Уменов. Что это такое лицей? Никто не знал об этом. Даже мне задавали вопросы. Пытался я по образу и подобию говорить о царско-сельском лицее, который я специально посетил. И 87 человек, которые нашли смелость в 92-м году. Мы их 87 фактически и зачислили. Вот так начали мы работать. Крок за кроком лицей завоевывал аутаритет, дякуючи поспехам наученцев и небыяковым до своей справы педагогам. Сегодня установив уже не треба доказывать свою значность, однако она не перестает развиваться. Першопожатково лицей был с физико-математичным ухилом. Зараз тут заявились химико-биологичные и экономичные на прамке. По выниках сдачи централизованного тестирования, лицея стабильно угоходить у пятерку лепших установ эдукации в области. Аналогичный покажчик демонструя и у олимпиадным руху. Два года тому тут был открыт ресурсный центр по физице и астрономии. Его головная мета – удосконаление работы с задорными наученцами и притягнение их до доследшей дейности. В действительности это помогает подготовиться, в частности, к предметным олимпиадам, к тому же тренированным физикам, то есть к очень многим конкурсам, особенно там, где важна практическая какая-то база. Святочное мероприемство, присвященное 25 годю Гомельского городского лицея номер один, проходило у областным драматичным театра. На сцене разгорнулося яскравое и ведущное действие, которое рассказывало об истории и сучастных досягнениях установы. В зале собралась одна великая дружная семья – педагогов, наученцев и батьков. Безумовно, на урочистую церемонию запросили былых сопрацовников установы и выпускников розных годов. За четверть годы с подутульного крыла лицея вышло 2400 молодых и амбициозных девчатых хлопцев. Им покаралися престижные войны в Беларуси, краин близкого и далекого замежа. Сегодня выпускники городского лицея номер один поспеховы у самых розных сферах, а головные они стали достойными людьми, якими тут саправды гонараться. Для того, чтобы они были успешны, наверное, первое – это качество знаний, которое мы даем в лицее, благодаря профессиональным, творческим, способным, креативным, любящим свое дело учителям. Второе – это на своем личном примере каждый из работников, каждый из специалистов, которые работают в учреждении, воспитывает в молодом поколении личность, чьи качества потом в дальнейшем могут развиваться и приносить пользу как самим ребятам, так и на благо нашей Родины. Выпускники юбилейного года лицея – это 120 человек – уже зараз мытанакерованы и творчие особы, якие вызначали планы на будущую. На первой дю их множество дорог. Наставники сподзяются, что отрымана у лицея трывал и багаж вьетов станет для их надейной опорой у дорослом жити и обовязково допоможа наполнить его яркими подеями и перемогами. Вероника Ворошилина, Евген Макеенко, Валера Игапанько, телерадоя «Кампания Гомель». У Будакашалевским районе створается Центр ткацтва. В рамках программы развития ААН тут реализуется проект «Одродзим рушник разом». Первыми кроками стали проведение районного фестиваля и початок выучения мясовой культурной спадчины. С планами ознайомился Олег Синцероу. До данной инициативы проводилось анкетирование, на котором более 70% населения высказалось за то, чтобы открыли данный центр, и он будет пользоваться, соответственно, спросом у населения. Центр ткацтва разместится у быдинтку Дома культуры Пьёске-Гусявица. Яще у четырех лесках района будут открыты его филиалы. Проект финансуется Евросоюзом и реализуется у рамках программы развития Организации Объединенных Наций. У планах так само открытие майстерни и методичного кабинета. А прича непосредненное одрожение неколь распоседженого занятков. У центра планируют серьезно выучать традиции местного ткацтва за наступным опубликованием науковой працы. Раз, не в каких годах кажут, рушники должны стать бредом не только Гусявица, а и всего Будокошелевского района. Я, во всяком случае, знаю в Будокошелевском районе рушники, которым уже более 150 лет. И мы и предполагаем копировать этот узор, не внося в него какие-то элементы своего нового, новодельного. Одновременно с этим мы планируем и создавать новые совершенно рушники с орнаментом, нетрадиционным для Будокошелевского района. То есть будем сохранять и поддерживать традицию Будокошелевского района, копировать, но и создавать новые. Навой, Берда, Батан, Притужальник. Эта детальи ткацтва станка, поколь, ведомые в основном только специалистами и ромесникам. На другом фестивале рушников об их не только расскажут всем гостям, а и проведут майстер-классы. Хоть только одним фестивальным днем осветницкая деятельность не обмежуется. Коли все отремается, у центра ткацтва сворочащий и музейный покой, а Гусявицы уключат у террестычные маршруты. Фестиваль рушников на Будокошелевщине, которую малую архитектурную форму по сгодине сельским советом вырубили в Месовом клубе. После завершения мероприемства разбирать ее не стали. В наступном году фестиваль рушников в Гусявицах обовязково отбудется снова. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио компания «Гомель», Будокошелевский район. ГТ, а так само иншая новины, вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далее у эфиры «Спортивный огляд» с новинами спорта вас познайомить мой коллега Максим Савин. Продолжение следует...